Ас-саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. С вами Аналик, и мы продолжаем с вами изучение арабского языка по книге Аль-Фаату Аль-Китаба. И у нас следующая тема, иншалла, сегодня. Не забывайте подписываться, делиться своими родными, близкими, друзьями и вместе изучать арабский язык. Тема урока Аль-Маудоу Рабиа Уэль-Эшрун, то есть 24-я тема у нас. Харфу Га. Харфу Га. Это интересный харф. Здесь будем проходить новые слова, в которых есть эта буква. Буква Га интересна как своим произношением, так и своим написанием. Иншалла, сегодня возьмем эти нюансы немного с вами. Аль-Килимет уль-Джадида. У вас представлено слово Та-Га. Та-Га означает заблудиться или сбиться с пути. Обратим внимание сначала на написание этой буквы. Во-первых, буква Га отличается от предыдущих. У нас уже встречалась буква Ха, середина горла, или буква Ха, верхнее горло. И теперь нижнее горло. То есть если мы сверху вниз будем, то сначала Ха, потом Ха, и потом в районе голосовых связок это буква Га. И написание мы видим, отличается в разных позициях. Форма практически в каждой из позиций разная. То есть обратите внимание, в позиции, когда эта буква пишется в начале, мы начинаем сверху и как будто такой овал пишем на строчке, в котором еще не завершив его, пишем маленький кружочек и соединяем с последующей буквой. В позиции в середине мы видим, когда пишется буква Га, похожий на такой бантик с небольшим уклоном вправо. То есть не просто так восьмерочку или бантик, а вот с таким один лепесточек сюда, один лепесточек сюда, немножко в сторону. Это буква Га. Еще иногда буква Га пишется как такой знак. В курсе, где мы учим буквы, более подробно вы можете посмотреть. Вот иногда еще вот так можете увидеть. Такое вот такое написание. Это в середине, да, соединяется с двух сторон. И в окончании, если буква перед ней соединяется с ней, то буква Га пишется как такой флажок. И если буква перед ней не соединяется, то тогда оно похоже на нолик, такой кружочек немножко вытянутый. Это буква Га в разных позициях слов. Видим, что написание, ну, вот в некоторых буквах оно похоже, только отличается там хвостиком. А здесь оно вот прям разнится в разной позиции по-разному, да, то есть она выглядит. Поэтому запоминайте и прописывайте, да, эту букву. Смотрим первое слово, иншалла, слово Га-тифун. Га-тиф – это телефон. Га-тиф – телефон. Обратите внимание на артикуляцию этой буквы. В конце урока мы будем сравнивать ее с буквой Ха. Упражнения будут, иншалла, которые помогут вам отработать произношение, если у вас с этим есть сложности. Га-тиф – телефон. И предложение. Га-ль-биль-мэк-тэ-би га-тифун. Га-ль-биль-мэк-тэ-би га-тифун. Здесь мы видим вопросительное слово. Частица Га-ль указывает на то, что это вопрос. Га-ль-биль-мэк-тэ-би га-тифун. Да, мэк-тэб – это уже у нас приходило это слово. Это может быть или письменный стол, или кабинет, офис. Хотя здесь мы видим телефон как бы на столе, и логичнее было бы сказать, что это стол, но я склоняюсь к тому, что это все-таки офис, потому что частица Би здесь приходит в значении Фи. Используем как, например, в кабинете. То есть филу-гурфати, филмэк-тэ-би. То есть в каком-то офисе, в кабинете. И га-тиф – это телефон. То есть в кабинете есть телефон. Потому что если бы это было на столе, был бы другой использован предлог. Значит, га-ль-биль-мэк-тэ-би га-тифун. В кабинете есть телефон. Да, это вопрос. Вопросительная частица в начале есть, и в конце мы видим вопросительный знак. Переходим к следующему слову. Это слово мигне-ту-кэ. Это слово уже встречалось. Слово мигне, то есть профессия. Там акцент был на другую букву в этом слове. Сейчас мы обращаем внимание на букву га, на произношение, на написание. В данном примере еще к слову мигне присоединилось литное местоимение кэ, которое говорит, что это твоя профессия. мигне-ту-кэ, то есть твоя профессия. И вопрос, который здесь представлен, это ма-мигне-ту-кэ, то есть какая твоя профессия. Кто ты по профессии, можно сказать. Ма-мигне-ту-кэ, кто ты по профессии. Буква га, видим, как пишется, соединяется с предыдущей и последующей буквой. Следующее слово альфа-лэ-ки-ги. Альфа-лэ-ки, то есть фрукты. Альфа-лэ-ки – это фрукты. И здесь мы видим в конце кэсра, потому что это требует словов, потому что предложение будет иметь определенную форму или определенную позицию скорее. Смотрим само предложение. тэнэ-вэль аси-роль-фа-лэ-ки. Тэнэ-вэль – здесь приходит суккун. Потому что это глагол в повелительной форме. Про это мы будем говорить, иншалла, в следующем учебнике. Уже мы подходим к окончанию этого близко. И когда перейдем в следующем учебнике, иншалла, если будет желание у сестер, У всех, кто смотрит и кому интересны эти уроки, мы продолжим, иншалам. Тэнаэвэль, то есть как бы в данном случае, тэнаэвэль это принимать внутрь, например, тэнаэвэль асыр альфаваки сок фруктов, то есть фруктовый сок мы это скажем, то есть выпей фруктовый сок. То есть в этом контексте это слово мы можем перевести как выпить, хотя и так принимать внутрь, то есть мы не говорим прими внутрь фруктовый сок. Тэнаэвэль асыр альфаваки, то есть выпей фруктовый сок. Видим, что асыра здесь мафольби, поэтому в окончании не подхастает, альфаваки ги мудафилей, и поэтому касра в конце этого слова. Буква га здесь в позиции, в конце слова стоит. Переходим к следующему слову, это тэга. Тэга это сбиваться с пути, заблудиться, да, я уже вам говорила в начале урока. Буква га здесь пишется в позиции отдельно, потому что перед ней альф не соединяется с последующей. Тэга Ахмаду Аниссакани. Тэга Ахмаду Аниссакани. То есть Ахмад заблудился как бы от места своего или места проживания, то есть он как бы заблудился, сбился с пути домой. Тэга, да, глагол заблудиться, и когда от, то есть сбиться от чего, да, там от пути или еще от чего, здесь использовали предлог Ани. Тэга Ахмаду Аниссакани. Далее переходим, у нас идут упражнения еще дополнительные. Как обычно у вас идут аяты, в которых встречается эта буква, вы их самостоятельно читаете, прорабатываете чтение. И также смотрите написание, как пишется, да. Конечно, чтение аятов, это уже более подробно мы разбираем в курсе Таджвида. И вот эти моменты там вы можете посмотреть также в интенсивном уровне Таджвида, моменты касательно последних сур, разбор или записаться на Таджвид. Далее у нас идут примеры на написание. Здесь вот обратите внимание, с середины так, и как я вам сказала, вот еще один... Вариант написания здесь представлен дополнительно. Буква ГАР в разных позициях. Далее упражнение ИКРАВАКТУБ на чтение и письмо слов с этой буквой. Я вам прочитаю и прокомментирую в дальнейшем. Далее упражнение ИКРАВАКТУБ на чтение и письмо. Далее упражнение ИКРАВАКТУБ Далее упражнение ИКРАВАКТУБ ДАХИБ ДАХАБ ДАХАБ ГИЛАЛ ШЕХИД ТАХАВАКТУБ В этом упражнении ИКРАВАКТУБ В этом упражнении ИКРАВАКТУБ ИКРАВАКТУБ Это он уже встречал ИКРАВАКТУБ ДАХАБ Это уходящий, идущий. ИКРАВАКТУБ Как бы уход, уход, например, из дома, уход из чего-то, да, то есть сам процесс. Еще можно обратить внимание на слово МААГАД, институт, по-моему, у нас был уже, но напомню. ДжАГИЗ ДжАГИЗ – это готовый, да, то есть, например, кто-то уже готовый к чему-то. ШАГР – это месяц, да, например, ШАГРУ РАМАДАН, говорят, месяц РАМАДАН. Второе упражнение МААГАДУН БААГАДУН КАБИР – большой институт, да, то есть здесь мы видим, как словосочетания уже идут. ХАТИФУН САГИР – маленький телефон. ШАХРУН ДжАДИД – новый, да, новый месяц. ПААМУН ДжАГИЗ – готовая еда. ХАТАФА ХАЛИД – здесь как бы связаться по телефону, ХАЛИД связался по телефону. ЗАХАБА МАЛИК – МАЛИК – ушел. ХАРАБА МАЗИН – ХАРАБА – это убежать. МАЗИН – убежал. ФАХИМА – МАЖИД – ФАХИМА – понять что-то. МАЖИД – понял. МАЗИН – тут мы видим во всех этих словах, да, есть буква ГА – слова достаточно частого употребления, поэтому обратите внимание. Следующая часть – это МУКААБИЛЯТУН – МУКААБИЛЯТУН САУТИЯТУН БАЙНА ХА ВАХА – то есть у нас сравнивается буква ХА и ГА, что в произношении часто для некоторых бывает проблемно, да, так как порой они не отличаются в произношении у некоторых студентов. Итак, постарайтесь повторять за мной, максимально точно воспроизводить, чтобы эти буквы разнились, то есть это разные буквы, и уделите этому внимание. В В В Субтитры делал DimaTorzok 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 Далее у вас уже нужно будет написать или там есть буква ГА или буква ХА. То есть если слово МИХНАТУН вы пишите АЛХАРФУХА, если МИХНАТУН АЛХАРФУХА, то есть наличие какой буквы вы расслышали. Опять же, прочитаю, вы лучше не смотрите, а на слух это делайте, вот эти упражнения в этой части урока, чтобы их различить. ХАКИБАТУН ХАКИБАТУН МЕСАХАТУН ХАИТУН ХАТИФУН ХАКИБАТУН 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 Переходим к следующему упражнению. Игра вактуб. Читай и напиши. Следующее упражнение. Нужно расставить буквы в порядке, чтобы получились слова. Пять слов здесь. Часть Б. Вам нужно использовать эти слова, которые у вас получатся в первой части. И в правильном порядке, чтобы у вас получилось уже предложение. То есть из этих слов вы составляете уже предложение. То есть имеется в виду, расставляйте слова уже по порядку, чтобы вышло у вас предложение. Вы можете его написать под видео. Далее. Следующая часть этого упражнения. Нужно расставить слова, которые у вас здесь даны. в правильном порядке, чтобы получилось правильное предложение. Например, Используйте эти слова в предложении. Расставляйте эти слова, чтобы получилось правильное предложение. И значение тоже можете написать под видео. На этом мы завершаем наш урок. Благодарю, что были со мной. Учьте арабский язык вместе. Если у вас есть вопросы, пожелания, пишите под видео. Не забывайте распространять и делиться со своими близкими, родными, знакомыми, друзьями. Баракаллаху фикум. Ассаламу алейкум в рахматуллахи в баракату.